Уже с 14 августа в Самарской области откроется сезон охоты на самый популярный вид дичи – водоплавающую птицу. Добывать ее можно будет до 31 декабря. С 21 августа откроется сезон охоты на боровую дичь, и он продлится до 28 февраля. Специалисты отмечают, что в этом году количество водоплавающей дичи в регионе несколько сократилось. Это связано с погодными условиями. Стоит сказать, что численность водоплавающей дичи у нас в этом году составляет порядка 160 тысяч, что несколько меньше, чем в прошлом году. Ну, связано это, конечно, в первую очередь с аномальной жарой, с тем, что водоемы пересыхают. Естественно, сокращается среда обитания уток, и поэтому на следующий год, наверное, численность сократится. Наиболее популярны у охотников угодья в Волжском, Кенельском, Ставропольском, Сызранском районах и другие территории, расположенные рядом с крупными городами. Общее число охоты угодий – 110. Для получения разрешения на добычу дичи достаточно просто направить заявление. В нем указываются даты охоты, вид дичи и контактные данные. Подать документы можно как в бумажном виде, так и через портал Госуслуг. Также нужно оплатить пошлину. Стоимость разрешения на охоту зависит от того, кому принадлежат угодья. В общедоступных хозяйствах она составляет порядка 650 рублей, а участников может доходить и до 5000 за сезон. Перед выездом в поле лучше лишний раз простудировать нормативную базу. Каждый должен знать правила охоты, каждый охотник, конечно. Требования охотничьего минимума положения закона об оружии, чтобы не возникало ни каких-то непонятных конфликтных ситуаций с Росгвардией. Во-первых, чтобы не дай бог не допустить несчастных случаев ни на охоте, ни дома у себя. Совершенно не лишним будет знать охотнику и охотничью этику. Также охотникам напоминают, что они всегда должны иметь при себе комплект необходимых документов, охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу, а также путевку в случае нахождения в закрепленном охотохозяйстве. Продолжение следует...